Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня разбираем четвертую часть посылки, которую прислал Рихардс. Спасибо вам огромное. Я чуть-чуть уже выздоровел и начинаю, приступаю к снимать. Буду теперь практически каждый день. Лежала вот такая коробка. Я думал, что тут полностью телефон с документами. Оказалось, что тут у нас он положил коробку. Там лежит телефон. От него без АКБ вырваны крепления. Есть документация. Это телефон Ericsson. Вот такой вот. Так. А здесь упакованы еще плюс телефоны. Смотрите, есть вот такая Motorola. Есть вот такая вот оригинальная Nokia. Сейчас будем все проверять. Есть уже Sony Ericsson. Вот такой вот. Я думал, черная лицевая панель, она такая переливается с зеленым. Очень интересно. Я не знаю, что это даже за моделька. Даже очень в хорошем состоянии. Так, это что у нас? Отвалилась вся часть от Nokia. И вот этот телефон с этой коробки. Видите, ребята, вот такой. Но здесь проблемка. Надо будет выпаять крепление под батарейку. И сделать. И потом уже проверить. Потому что в таком состоянии телефон мы просто с вами не включим. Так. А как он у нас называется? Ericsson T18S. Вот так. Вот его название. По-моему, это он. Если мне не изменяет зрение. Сделано в Швеции. Да, вот он. Т18S. Спасибо вам большое, Ericsson. Далее. Есть у нас вот такая вот Nokia. Ну, такая грязнюкая. По-моему, от Vodafone. Смотрите, полностью сзади и Vodafone-овская крышка. Сейчас посмотрим, залочен он или нет. Ну, вроде здесь информации, что залочено на Vodafone нет. Ну, будем надеяться, что телефон жив. Дальше. У нас в таком хорошем состоянии Nokia 66. 10i тут, по-моему, уже от камеры не отличаются. 66.1 с камерой. Этот вот с камерой, с айкой. А без айки, по-моему, без камеры. Вот в таком состоянии все время за ним гонялся. Не мог достать. Это я себе оставлю в коллекцию 26.0.0. Nokia. Качество шикардосное. Дай бог, чтобы он работал. Ага, что-то не... Аааа. Обрадовался парень. Смотрите, выломаны крепления. И выломана сама сим-карта. Куда крепление? Сам лоток. Поэтому мы его даже не сможем с вами включить, ребят. Все выломано. Но корпус вообще в идеале. Такого давно не встречал. Ну, значит, будет донором. У меня таких три штуки лежит. Сделаю для себя один красивый телефончик. Ну, получается, это уже минус. С этим мы уже не сможем с вами включить. Далее. Есть у нас вот такой вот Samsung. Он идет в полиэтилене. Не знаю. Он весь какой-то липкий. Вот такой вот. Наверное, поплыла резина. Но это будет все мыться. Да, вот они поплыли резинки. И вот здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Как видите. Резину время не щадит. Дальше у нас есть Sony Ericsson. Я пытался подобрать батарейку. Но у меня в данный момент нет зарядника. Поэтому включить я его не смогу. C902 называется модель. У нее сенсорный экран. И что интересно, смотрите, здесь вот так по-интересному открываются камеры. Видите, ребята, лицевые и задние. И делается фотка. Телефон раз. Он получается в альбомном режиме. И вы нажимаете на дисплей и фоткаете. Ну, не получится пока проверить. Откладываем его сюда, в эту же коробку. Далее, Nokia C503. Смотрите, в каком хорошем состоянии. От компании Orange. Ну, это 100%, что она залоченная. Я ее разлучить не смогу. Далее, Nokia 6021. Кто-то обладил его розовым маркером. Ну, состояние такое даже довольно хорошее. Давайте, наверное, коробочку уберу, чтобы она нам не мешала. И сюда, на это место, будем просто... Чтобы вы видели, наложить телефоны. И постепенно их проверять. Так, вот они. Дальше. Смотрите, в каком состоянии Siemens. По-моему, E51. Оно. Так, Siemens, Siemens. А57. Ну, видите. Не угадал. А57. Очень в идеальном состоянии. Есть вот такой вот Samsung. Если честно, я никогда не видел. Смотрите, ребята. Зеленая, красная, синие вставки. Что так конкретно так оттеняют цвета. Прикольненький телефончик. Сзади ребристая крышечка. W810i Sony Ericsson. Подбирая батарейку, я его включил. Скорее всего, или прошивка, или что-то с дисплеем. Не знаю. Скорее всего, прошивка. Горит белый дисплей, и он не включается. Но если компания T-Mobile... Ну, буду пробовать. Не знаю. Перешивать, прошивать. Это надо все учиться. На это надо время. Времени нет. Так. Это кто у нас? Ну, это заменено. Заменен этот корпус. Сейчас мы посмотрим, кто это у нас. 6230. Я даже не знаю, что на него можно поменять было корпуса. Ну, вот такой колхоз стайл. Так. Будем опять же проверять. Есть, смотрите, в каком хорошем состоянии эта же моделька. 6230i. Тут камера 1,3 мегапикселя. Так. Есть вот такой вот телефон. Я не знаю. В один я нашел батарейку. Сейчас заряжаю. Так. Это у нас Nokia. Но у меня таких никогда не было. Хотел, конечно. Не знаю, оригинальная эта крышка или нет. Называется модель 3200. Министерство связи России. Откуда оно? В Латвии. Ну, может быть. Не знаю, ребята. Вот такой вот. Опять же, не знаю, включится он или нет. И на зарядке стоит вот такая вот еще Nokia. Вот она заряжается. Сейчас я его отключу. Это называется телефон 7250i. В этих проблемах какой? Если неправильно открывать крышку, то вот эта часть с пружинкой выламывается и все. И просто он потом работать не будет. Ну, телефон принял батарейку. Начал ее заряжать. Давайте пробовать. Сейчас я беру сим-карту. И мы с вами продолжаем. Так, сим-приемник у нас есть. Так, берем карточку. И будем пробовать. Наверное, видео чуть-чуть подзатянется. Так что можете запастись, поставить на паузу продуктами. И смотреть, кому интересно. Ага, я никогда не видел. Гутен так. Шлет привет вам, пастер шлах. Окей, окей. Третий год. Отлично. 16 лет телу. Так. Интересно, такие клавиатуры вытянутые. Клавиши работают. Ой, балдеж. Все, новое. Всегда есть новое. Как говорится, для себя я открываю. Так, ребят, давайте по меню пойдем. Цветное классно. Что у нас это? Так, давайте скорее всего найдем настройки. Да, это, конечно, будет тяжело найти. О, есть шпрех. Ну, европеец, полная прошивка. Поэтому, как бы мы не хотели. Так, select, профиль, контакты, мессенджеры, мессенджеры, текст мессенджеры, инбокс. Так, смс я принимаю. Смотрите, на русском языке. Отлично. Все, русский работает. Дальше. Звоним теперь. По идее, в данном телефоне есть громкая связь. Если качеля громкости вынесена сюда. Да, есть, говорит. Вы в меню управления услугами без помощи оператора. Все отлично. Так, ну и бьем лайфтаймер. 92, 7, 0, 26, 89, решетка. Так, 2003, вот как я вам и сказал. И всего наговорили. Ребята, на нем 116 часов, 116 часов 43 минуты. Отлично. Так что присматривайтесь, если кому-то понадобится для коллекции. Я думаю, Рихардс не будет обижаться на меня, если я его подпродам. Потому что в некоторых полы на телефонов я оставляю себе. А некоторые буду выставлять, чтобы дальше можно было двигаться. Далее. Давайте проверим теперь вот этот 32, 0, 0. Но что-то я не уверен, что он должен включиться. А там Бог его знает. О, включился. Супер. Все, бомба. Ну, если Министерство связи, по идее, по идее, должен быть русский язык. по идее. А там только Богу известно, примет он или не примет. Ой, бомба. Вон еще и водофоновский. Только не понял, при чем Министерство связи. Может, корпус меняли. Так, меню. Оно. Ой, что новенькое меню. Так, сеттинг. Профайл. Тон, сеттинг. Дисплей, сеттинг. Тайм. Персонанс. Сеттинг. Фон, сеттинг. Фон, глэнгвич. Ну и правильно. Причем Министерство связи и русского языка нет. Понятно. Профайл. Громкость отличная. Дальше. Клавиша поделена на две части. Так, вот нас по идее динамик 1. Тут по идее должен быть курсор звонить. Так. Вот лаудспикер. Голосы, скидки и тарифы только для вас. Нажмите один. Отлично. Ну что, бьем лайфтаймер. Звездочка решетка. 92. 7. 0. 26. 89. Решетка. Так, 0.355. Сейчас проверю. Корпус 2005 года. 28 часов всего. Так, что он написал? 355, короче, последнее. 355, СССР, Министерство России. Цирк. Министерство России, а русского нету. Как такое может быть, объясните мне, ребята. Что-то я дупля не отбиваю. Так, ну вот этот я включать. Что, включить вам его? Ну, давайте покажу. Вот так включается. И все время горит. Включается вибрация. И все время горит белым дисплей. Дальше. Проверяем этот. Так, моя карточка уже просто не держится. Сколько раз ее в день я перетягиваю. Погнали. Включился. Ну, все, вот видите. Что такое? Телефон. Это кто у нас? Водофон А1. Понятно. Ну, попробуем. У меня дойч в основном расчешиваю, что у меня А1. Ну, попробую. Ничего страшного. Не смертельно. Так, значит, вот этот сразу откладываем на разлучку. Сейчас зайду в программку, посмотрю, может получится его разлучить. Дальше. Этот я вам показал. Так что, если есть какие-то... Потому что ни звуков, ничего запуска нету. Если есть какие-то мысли, можете написать. Написать модель W810A. Я имею ввиду те, кто гуру смотрит постоянно мой канал. Дальше. Давайте сейчас глянем по этому страшненькому. Что он у нас. Может, тоже будет. Джомани Телеком. Так, звука нету. Такого еще не видел. В глазах медведя тоже водофон. Дырки. О, это цирк. Какой-то мишка страшный. Четвертый год. О, ослика, завал. Моя, ребенок пользовался. Так. 92702689. Решетка. Я такого не видел. Серийный номер все нали. Ребята, как это такое может быть? Сделан в нулевом году. Все по нулям. Разноговорено. 199 часов. А, как это такое может быть? Серийный номер все нали. Ребят, а ну расскажите мне, кто знает. Так, включаю. Интересно, будет звонить данный телефон или нет. Громкость работает. Так. Динамик подушатанный. Тихий. Так, напишите мне, что такое все нали. Ребят, я вообще что-то не втыкнул. Если честно. Так. И кто знает, как шьются вот эти вот модели, какой программой. Ребят, если не тяжело. Потому что я не смог найти. Киньте мне, пожалуйста. Или ссылку, чтобы я почитал. Потому что у меня таких несколько телефонов. Мне их надо попрошивать. Так, дальше. Но этот не буду проверять. Просто включу на включение. Потому что карточку потом не достанешь. Да, включается. Отлично. Дальше. Есть вот такая Motorola. Но на Motorola нет аккумулятора. Надо подбирать. Это называется модель F3. Дальше. Есть вот такой вот Samsung. Так. Открываем. Аккуратненько. Засовываем. Чтобы не поломать. Так. Погнали. B320. Ай, Юля Мотыляля. Сим лук. Опять запаролено. Вот некоторые мне пишут. Звездочка, решетка. Ребята, он не нажимает. Звездочка, решетка. Как его ввести? Ну, вот он. Сим лук. Все, запаролено. Ничего я с ним не сделаю. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Телефончик даже в очень хорошем состоянии. И вот что мне с ним сделать. У меня много таких Samsung. Некоторые мне пишут. Сделай Hard Reset. Как Hard Reset, если он просто не вводит вот эти вот звездочку. Если кто-то даст дельный совет, буду благодарен. Так. Погнали дальше. А-57. Так. Будем пробовать его. Ну, скорее всего, если это чистый немец, он сейчас мне скажет, что сим Эйниген, симка не подходит. Пробуем. Фон сэкстрактед. Ну, что я вам говорил. Сим лук. Это уже проверено. Если из Германии вот эти сименцы старые приходят, я вообще не знаю, как их разлочить, как их прошить. У меня их штук 100 вот этих вот телефонов. Их надо шить. Надо кабель. Поэтому, если опять же, есть предложение, есть помощь реальная, можете помочь. Я не откажусь, буду благодарен. Дальше. Есть вот такой вот Sony Ericsson. Сейчас попробуем его втулить. Ну, тоже может быть залочка, потому что Sony Ericsson и Siemens это... Так, батарейка здесь родной. Нету, но нашел приблизительно по пинам вот такую вот. Сейчас попробуем включить с вами. Конечно, дисплей у них очень блеклый. Так, что, видно нам что-то? Биты вортен. Ждем. До первой звезды не пьемся. Так, осталось у нас раз, два, три, четыре телефона на сегодня. Ну и долго нам ждать. О, Киевстар. Отлично. И позвонить. О, ребят, даже в хорошем состоянии. Бомба. Что вот это, я не знаю. Это инфракрасность этой. Потом надо будет сделать обзор. А, громкость. Ой, ребят, классно. Я доволен. Классный телефончик такой, кто для коллекционеров. Это вообще супер. Ой, принимает он, интересно. Этот. Да, смс я принимаю на русском языке. Бомба. Молодец. Таймер, стоп-таймер. Ой, класс. Ну, играй. Ну, ребят, классный звук, кстати. Надо будет запилить на него видосик. Все, доволен. Теперь надо будет найти на него аккумуляторную батарейку. И сделать вам полный на него обзор. Так, время 21 минута. Я убыстряюсь, чтобы вас не задерживать. Дальше. Это у нас стопудово будет водофоновская завучка. Ну, что-то мне даже душа говорит. Ух ты, крышка, как держится. Ну, слава богу. Хозяева не выломали. Или хозяева, или вандалы. Не знаю. Так, погнали, ребят. Ну, включаешься или спишь? Знаете, что мне нравится? Когда они разлачиваются в Украине, они сразу приобретают русский язык, украинский. Такого не было, если честно. Я вот заметил, я два телефона разлачивал. Они были чисто европейцы. Они были без русской прошивки. Ну, все работает. Я доволен. Так, что у нас? Качели громкости нету. Лаудспикер есть. Громкость, как у нас? Так делается. Ну, что-то с яркостью. Она сейчас будет проверить. Ой, класс. И только у нас. Где фри смс-км? Короче, надо чистить. Он грязи весь, еле буксует. Так, 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Так, 02, 65. Проверим сейчас. Седьмой год производства. Тю. Воколхоз. Ребята, 65 часов наговорено на данной модельке. Все гуд, 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 гуд. Так, выключаем. Вытягиваем. Закрываем. Так. Проверяем этот на включение. Звонить он будет, я уверен. Отлично. Все, бомба. Так, поставим. Пусть пока заряжается. Так, ну, зарядка идет на него. Все, батарейка побежала. Зарядочка идет отлично. Что у нас теперь с этим товарищем. Так, 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 опа. Ну, что, пробуем. И мы ли пиво открывали. Весь подраны. Так, телефон вибрации не был, но телефон включился. И звука что-то нет. Отлично. От компании. О, Т-мобайл. Десятого года телефон. Ну, что, пробьем его сейчас лайфтаймер. Ух, наверное, себя фотографировал колхозник. Ай, елки, зеленые. Хотел быстро лайфтаймер пробить, ага. Ладно, ребята, найду батарею, пробьем. Ну, видно, что телефон юзан и хорошо. Так, и что у нас напоследок? У нас напоследок оранж. Ну, оранж, если мне поверите, у него битый дисплей. Эть. Состояние, конечно, под капотом. Смотрите, что его только достали с коробки. Поэтому, не знаю, может, его просто уронили и не пользовались, выкинули. Потому что состояние телефона даже очень класснючее. Но дисплей биты. Вот видите. Под замену. И мне кажется, если оранж, то они всегда оранжи приходят все залоченные. Ну, все, мучаться не буду. Ну, вот такие у нас сегодня с вами. Ага, вот это еще не включил Самсунгу. Ну, это тоже стопудово, наверное, лучины. Что-то Самсунги тоже стали приходить в последнее время из Германии. Лучки. Лучки-залочки. Это на 150-я модель, по-моему. А не? Да, 150-я. Видите, память не изменяет. Да нет, что-то вроде запускается. Все, отлично. Видит. Громкость отлично. Цветной дисплей. Бомба. Ну что, ребят. Спасибо всем, кто меня смотрит. Закончили мы сегодня четвертую часть этих телефонов. Еще осталось она одну. В ближайшие 2-3 дня я ее запишу. Так что, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Остаемся на моем канале. Ждем новых видосов, распаковок, обзоров. Кто хочет купить, переходим на второй канал. Там ссылочка будет в описании. Выбираем телефон и покупаем. Приятных просмотров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok